Братья и сестры, я вас приветствую, любовь Иисуса Христа, и церковь, дорогую, тяжелое життя, также приветствую. Все, кто будет смотреть это видео-проповедь, короткую, но я думаю, она значительна тем, что это тема Божьих обетований, которые записаны в Евангелии, а именно во втором послании Евангелия от Иоанна, первая глава, с 8 по 9 стихи я прочитаю такие обетования. «Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякие приступающие в учение Христово и не пребывающие в нем не имеют Бога, пребывающие в учении Христово имеют и Отца, и Сына». Вот такое обетование, которое записано здесь. Поэтому хочу обратить ваше внимание на то, как важно пребывать в Слове Божьем, чтобы не потерять то, что Бог нам даровал. Самое ценное, самое дароценное – жизнь вечную. Бог говорит, что вы, если будете пребывать в Слове, то значит, будет с вами и Христос, и Отец Небесный. А если вы не будете соблюдать, то вы можете потерять. А трудились, кто же может трудиться, кроме сам Бог трудился над нашими сердцами. Наши пастора трудятся над нашими сердцами, назидая нас и заботятся о нас, потому что они дадут отчет о том, как они трудились. Так же, как и мы, овцы, также дадим отчет о том, как мы трудились. Это необычно для нас, так сказать, пробовать в видеообращении. Я вижу только свое изображение, не вижу ваших глаз, не увижу ваши реакции. Но я хочу, чтобы вы поняли самое главное. Какие бы ни были в жизни трудности, не отходите от Господа. Нет другой помощи для человека, живущего на земле, кроме как единого Бога. Бойтесь потерять Его, нашего Спасителя Иисуса Христа. Бойтесь потерять общение с Отцом Небесным, потому что это единственная наша опора в этой жизни. Поэтому, друзья дорогие, хочу, чтобы вы наблюдали за собой, в каком вы состоянии находитесь, какие вас переживания беспокоят, чтобы Божьи обетования, которые записаны в Библии, они были в вашей жизни, как самая основная вера. То, чтобы Божьи обетования не приложены, чтобы Бог всегда с вами, чтобы Бог любит и заботится о вас, и возьмет вас за руку, и поведет по этой жизни. Даже если вы будете спотыкаться, вы всегда можете сказать, Господи, помоги, и Бог услышит, и выйдет навстречу, и поддержит, и укрепит. Потому что Бог это обещал, что нас не оставит, и не покинет нас, и будет с нами всегда. И об этом все Писание говорит нам. Главное, чтобы мы не отошли от Господа, чтобы мы были верны. Поэтому и Божье Слово предупреждает нас о том, чтобы мы были очень внимательны. А то, что время и дни лукавы, вы сами видите, что вот так вот, необычно, вроде бы здоров, а уже второе воскресенье я не могу быть доме молитвы. Потому что вот то, что в нашей стране не только война, но и карантин для общей безопасности, чтобы не посещать дом молитвы, к сожалению. Да, в виде проповеди мы смотрим. Слава Богу, что братья пришли к такому правильному выводу, чтобы Слово Божие, несмотря на эти трудности, и дальше проповедовалось. Слава Богу за то, что я могу принять в этом участие. Поэтому благодарю за то, что по Божьей милости мы можем читать еще Библию, размышлять над ним. Если у нас раньше, скажем так, не было времени, потому что мы были заняты работой, то на данный момент мы хоть и здоровы, но времени у нас теперь предостаточно для того, чтобы подумать над собственным поведением и жизнью христианской нашей, а также побыть в общении с семьей, с детьми, также проявить их духовное состояние, не только свое собственное, для того, чтобы всей семьей славить Господа и войти в Царство Небесное. Поэтому, друзья, дорогие, благословению вам, так укрепит вас Господь, чтобы вы были все живы и здоровы, и по милости Божьей все это когда-нибудь закончится, и этот карантин, и мы с вами встретимся, если здесь не на земле, то на небе обязательно, у ног Иисуса Христа. Поэтому слава за все Господу, за все его милости и обетования. Аллилуйя Богу за все, Отцу Сын Святого Духа. Аминь.